Ребят, всем здравствуйте! Доброго времени суток! Как ваши дела? Как ваше настроение? Началась новая трудовая неделя. Я хочу вам пожелать легких трудовых дней, и чтобы они быстро прошли. Сегодня поговорим о пиратах. Наши клоуны собрались в цирк. Нина меня поразила. Оказывается, за свою жизнь она никогда не была в цирке. Честно, мне даже как-то стало ее жалко. Она говорила, что у нее было зажиточное детство, все было хорошо, но как так родители ни разу не повели ребенка в цирк. Или зажиточность, по мнению Нины, это считается, когда заполнен холодильник. Очень как-то печально. Все, наверное, идет у нее с детства. Еда, еда и еще раз еда. Так что Нину можно поздравить с дебютом. Она первый раз в жизни сходит в цирк. Клоуны ей не нравятся. Но это понятно. Они и сами клоуны. Нина говорит, что они очень любят шутить. Какая она веселая, шутливая. Ставьте мне лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ребят, я что-то пропустила. Где было смешно? Где были шутки от Нины? Вот кроме облизывания кастрюль и какого-то фриковства я лично ничего не видела. Это не смешно. Это плачевно, если честно. Или нам нужно смеяться в тот момент, где Вова заглатывает пищу или ходит в неподобающем виде. Где смешно? Нина сказала, что ей нужно идти в стендап. Кто-то ей написал, Нина, я тебя умоляю. Какой стендап? О чем ты вообще говоришь? Хотя да, возможно, я не совсем права. Моментами можно посмеяться, когда мужчина в 42 года не может открутить кран. Не знает, как держать даже ключ. Правда, вопрос спорный. Не знаю, здесь смеяться или плакать. Хотя Вовчик говорил, что сместитель он сам поставил. Но в чем я очень сомневаюсь. Нина скоро вызовет сантехника, все сделает. Ну, все как обычно, потому что Вовчик делать совершенно ничего не умеет. И хотя он позиционирует себя как повар, потому что Нина сказала вчера, да. Те спрашивают, кем работает Вовчик? Он работает со мной на канале. Он повар. Какой он повар, если он совершенно готовить не умеет? Я не представляю, где он работал, в каком ресторане. Возможно, он просто как подсобный там рабочий картошку с морковкой чистил. Но я не думаю, что больше ему что-то доверили. То Вовчик умеет у нас наносить правильно крем. Он у нас косметолог, визажист теперь. Учил Нину, как правильно пользоваться кремом. Нина купила себе крем, какой-то он непонятной констинстенции. Я, правда, ни разу не пользовалась фирмой Паю. Не знаю, какие хорошие там или нехорошие крема. Но по рассказам Нины как-то очень странно. Крем должен быть кремом. Я не понимаю, пользовалась она Клиник. Нин, хороший крем, я сама не пользовалась. Сейчас, к сожалению, нет, не пользуюсь. Это сейчас не по моему карману. Я говорю об этом честно. Но хороший, действительно, крем. Не понимаю, зачем эти эксперименты. Ну, Нина хочет, наверное, где-то сэкономить. Ради бога. Хотя, как и многие комментаторы, я бы и посоветовала сходить к косметологу. Почистить лицо. Подобрать нужную для тебя косметику. Хотя, прежде чем идти к косметологу, нужно заняться собой, своим организмом. Нужно почистить себя. Прекратить жрать всё, что не приколочено. Но об этом говорить, я думаю, бессмысленно. Ребят, ещё посмотрела такой ролик немножко, где Нина с Вовой убирали ёлку. Недавно они в Египте взвешивались, и там при взвешивании говорился их рост. Вова был выше, Нина пониже. Только почему-то на видео Нина всегда выше. И что на этом видео я это заметила, что на других. Так что, возможно, весы говорят неправду ни про вес, ни про рост. Потому что визуально очень заметно, что Нина выше Вовчика. Да и, конечно же, визуально заметно, что Нина поправилась. Даже взять видео, которые снимались год назад, Нина намного меньше. Хотя с прошлого года весы показывают одно и то же. Но мне, если честно, совершенно пофиг, сколько она весит. 112, 115, 130, 190. Нет, этого ни холодно, ни жарко. Если ей комфортно, ради бога, пусть будет 112. Нина говорит, что она у нас ведьма, она не поправляется. А ничего, что ты уже довольно-таки больших размеров женщина. Как всегда, в названиях клипов я читаю названия и понимаю, что они совершенно не будут соответствовать тому, что мы увидим. Вчера, если не ошибаюсь, Нина написала, что она расскажет, сколько она зарабатывает на Ютюбе. Очень смешно. Нина нам показала, сколько она заработала за шорцы. Ребята, за шорцы начали платить только с февраля этого года. Понятно, что там мизерная копеечка. Тем более, на вчерашний день у Нины было только третье число. И это за просмотры за эти три дня всего лишь. Нина, а почему ты не показываешь, сколько ты заработала на видео? Для чего эти клейбейки? Я понимаю, ты заманиваешь аудиторию на канал для просмотров. Подписчики, как всегда, растут, но просмотры на одном и том же месте. Если кто-то заметил, было 30 тысяч, также были по 15, по 20 тысяч просмотров. 40, то же самое. 50, то же самое. Будет дальше и 60, и 70. Нина сказала, мы гоним до сотки. Но мне кажется, просмотры не увеличатся. Что тебе дает эта накрутка? Лично я не понимаю. Дает, конечно, я понимаю, привлекает рекламодателя. Больше никаких плюсов нет, к сожалению. Ну, еще, конечно же, наверное, потешить свое самолюбие. Доказать всем, что ты настоящий блогер. Вчера еще ваван потерялся на целых три часа. Представляете, и без Нины. Как это Нина его куда-то отпустила? Ну, смешно просто. Он так же, как и обычно, лежал на диване и, конечно же, никуда не уходил. Ну, а не ниже нужно снимать о чем-то видео, что-то придумывать. Вы без друг друга совершенно никуда не ходите. И когда ты написала в одном из видео, что я жалею, что взяла Вовчика с собой в магазин, он мне закатил истерику. Я даже не смотрела это видео, но это смешно. А когда ты его не брала с собой? У меня такой вопрос. Мне кажется, такого не бывает. Единственное, что Вовчик не ходит с тобой в парикмахерскую. Для меня это удивительно. Как так? Наши трудоголики опять устали. Нина хочет в тёплые страны, в Таиланд. Нина, но я тебе посоветую, бери, всё включено. Как это практичнее, едите вы немало. И ещё бы хотела, ребят, спросить, так что с правами Вовчика? Прошёл целый год. Результата ноль. Сейчас он даже не ходит туда. Мы об этом вообще ничего не слышим. Или они решили больше не тратить деньги впустую. Или просто их купили. Потому что девчонки некоторые не писали, что Нина говорила на каком-то из стримов, что права на автомобиль. Не на мотоцикл, а именно на автомобиль уже есть. Ну, я лично думаю, что ничего он не сдал. И они решили пока успокоиться с этим. Пока опять Нине не придёт в голову бзик опять отправить Вовчика учиться. Ну, посмотрим, что дальше будет. Вот такой небольшой обзорчик. Ребят, пишите, что вы думаете. Всем удачи. Пока-пока.